Доброго времени! Всем добрым людям! Я приветствую вас, дорогие мои друзья, подписчики и гости канала. Мы сегодня едем путешествовать в городок Сигуде. Сигуде – это центр туризма в 50 километрах от Риги и расположен на речке Гауя. Гауя течет почти по всей территории Латвии и втекает в Рижский залив. Мы едем по Видзамскому шоссе. Раньше называлось Псковское шоссе. Это была прямая дорога на Псков из Риги. Вот с правой стороны у нас комплекс, ресторан, место отдыха. Три брата, да? Или у братьев? У брата. Продолжаем, да? Продолжаем ехать по Видзамскому шоссе. Здесь направо поворот – это на Вал Меру. Под дорогой пойдет под мостом. Здесь справа заправочка. А с левой стороны, впереди, будет комплекс. Рижан бывших не бывает. Поэтому все, кто когда-то жили в Риге в 70-х, помнят. Помнят это знаменитое место. Сцените. Грибок. Ресторан. Самый знаменитый в то время ресторан. В 30 километрах от Риги. Но в то время очень дешевое было такси. 10 копеек километр. Вот и считайте. 4-5 рублей обходилось. Ну, а когда человек весел в настроении, и хотелось эмоций, путешествия, те сели в такси у кого-то. А раньше было мало машин у людей. Поэтому чаще пользовались такси. Вот внизу там, под мостом, под дорогой идет дорога на Валомеру. Так вот насчет этого сенита, насчет кафе, вернее ресторана. Когда-то в 48-м году здесь сделали кафе. И рядышком, вот он, видите, слева сейчас проедем. Потом расскажу, сперва покажу. Все, что осталось сейчас от него. Вот такие вот остатки развалины. Сенита, единственная надпись осталась. И то, наверное, это уже граффити нарисовали. Так вот в 48-м году сделали здесь кафе. Было по дороге придорожное. И был грибок такой, это, как она, беседка назовем. Беседка в виде грибка. И в 67-м году здесь построили вот этот комплекс ресторанный. Да. Такая ностальгия. Как мы не проезжаем мимо, все время вспоминается. Вот. А большой был ресторан на 100 посадочных мест. И очень вкусно кормили. Всех гостей сюда возили. Ну вот видите, осень уже вступает в свои права. Сегодня очень приятный день. Редкий для Прибалтики. Солнечно. И относительно тепло. 13 градусов. А мы все едем. Нам осталось километров 10 до сегунды. Юра меня поправил. Говорит, не 10, а 14 осталось километров. А так посчитала. 50 до сегунды. 40 до сегунды. Значит, нам осталось 10. Удлинили дорогу, наверное. А вот в этом месте, не доезжая до сегунды, находится аэродиум. Такая труба вертикальная, внутри которой можно парить в потоке воздуха. Мы проехали где-то. Лорупе. Вот здесь такой глубокий овраг. Нет, отсюда не видно все деревьями. Закрытой листвой. Вот. Ну, я могу немножечко рассказать вам хотя бы начало про сегуну. Раньше эта сегуна называлась земля Зегевольда. Вот. И где-то в начале, да не в начале, а в 1737 году российская империторица Анна Иоанновна даровала эти земли Зегевольд генерал-фельдмаршалу. Петру фон Ласси. Затем менялись владельцы. И сперва графская семья Броунов. Я даже подумала, броуновское движение, они род с физикой, ли они с этим физиком. Ну вот. А через 130 лет, где-то в 1867 году, поселились графы Борхи. И там сейчас есть новый замок. Ну, как новый? Он был построен по заказу князя Кропоткина и его жены. Строился он где-то с 1878 года 3 по 1881, значит. Вот. Кто такой Кропоткин? Вице-губернатор Лифлянской губернии, действительный статский советник и церемонийной мейстер свиты императора Николая, Николая II. В конце XIX века он получил право именоваться князем. Князь фон Кропоткин. Вот. Мы едем осматривать сегодня бывший Кропоткинский замок. Он считается, он рядом с развалинами старого Сигурского замка, поэтому он называется Новый замок. Выстроен он в неоготическом стиле Тюторов. Вот. Смотрите, какие. Вот мы уже въезжаем, в принципе, на территорию Сигурды. И в этом веке, в прошлом веке, в 1936-1937, хозяином здания стало Латвийское общество печати, которое перестраивали здание для своих нужд. Открыли там дом отдыха писателей. Мы сейчас будем поворачивать влево, а вперед идет дорога, как говорила уже на Псков. Минуя очень многие городки, поселки латвийские. Так вот, они здесь сделали общество печати, дом отдыха писателей и журналистов и гостиницу. Вот. Когда-то этот Зигевольд посетил император Александр Второй. Вот. И он оценил красоту здесь, здешних ландшафтов. Мы с вами увидим все эти ландшафты с высоты замка старого. И он это место стал называть Лифлянской, а позже уже стали называть Латвийской, Швейцарией. Вот. Мы въезжаем в Сигулду. Посетим Кропоткинский дворец. Его национализировали латвийские власти. Не помню. В 36-е. В общем, перейдем, там написана будет история. Вот. Параллельно идет железная дорога. Из Риги с левой стороны туда дальше на Эстонию. Здесь уже, считайте, центр Сигулды. Вот. Ой, пешеход какой не увидели мы проехали. Маленький мальчик. Да. С правой стороны будет вокзал, железнодорожный вокзал. Кафе Летний открытый. Сейчас я хочу остановиться. Вот такой вот панорамный обзорчик вокзальной-привокзальной площади Сигулды. Мы дальше проедем до замков старого и нового. А сейчас вот здесь возле вокзала железнодорожного остался сквер. Сохранился, вернее. Кропоткинский сквер. И где-то есть памятный камень, который лично устанавливал князь. Ступеньки остались. Ну, а там вот железная дорога пролегает. Здесь листва еще зеленоватая, но не ярко выражена. Сейчас пройду немножечко дальше. Фотодокументы. Память. Такие вертикальные клумбы. Наш Юрий Владимирович разгуливает. Так, а здесь у нас министр Карл Улманис. Резидент. Да. Часы. Я хочу показать вот этот фонтанчик такой. Сколько там струй. Попеременно они включаются в струи. Какая сегодня все-таки чудесная погода. И вот такие часы Лайма. В Риге есть часы счастья Лайма. И здесь тоже Лайма. А здесь кроме вокзала еще автовокзал. Кроме железнодорожного вот здесь вот аутостация. Аутоста, вернее. Водонапорная башня. Вот там чуть подальше как раз и будет территория, где расположены замки. Вот мы туда и поедем сейчас. Здесь такие скамеечки для отдыха. Вокруг, полукругом сделаны. Можно сидеть отдыхать среди цветов. Среди красоты такой. Ну вот, ребята, я нашла. Это бывшая зеленая вилла. В прошлом веке здесь была открыта князьями Кропоткиными аптека. Первая местная аптека. Территория тоже здесь принадлежала им. И в 22-м году, когда ликвидировали в пользу государства латвийского замок, новый замок Кропоткиных, сам князь стал врагом в Латвии. А Ольга, жена его, была здесь. Поселена в бывшей аптеке. Сейчас мы с фасада посмотрим с улицы. Этот домик. На втором этаже такой мизонитчик, такая верандочка. Но дом рушится, продается. Там он вывескопардут. Никому он сейчас не нужен. А ведь это уже история. Да. Вот здесь доживала свой век. Княгиня Ольга Кропоткина. Всё-таки нашла. Вот там сквер. Я точно не знаю, который сквер высадил Кропоткин. То ли за этим вокзалом рядом с той стороны дороги, то ли этот. Здесь тоже шикарный сквер. из старых деревьев. И вот этот храм. Витеранский храм. Базница. Северская базница. Здесь такой прудик. Фонтан. Устроен в пруду. Сейчас посмотрим. Шуршат листики под ногами. Это всё возле замка. Возле нового замка. Вода журчит. Красиво здесь. Вода журчит. Можно сесть на берегу и медитировать. Вода в пруду прозрачная. Видно, что ветер. Западный ветер. Такая рябка на воде. Вход открыт в церковь. Подойдём поближе. Цветы ещё цветут. Возят в церковь. Церковь. Да. Евангелическая иллюзранская церковь. Так. Вот так внутри. Кафедра есть. С которой выступает проповедник. Ряды скамеек. Так. Входить уже, конечно, не пойду. Не осмелюсь. Здесь дезинфицировать руки. И здесь кто чем может, помогает неимущим, малоимущим, вернее. Вязаные вещи тёплые. Денюшки. Вот такой храм. И вот такие листья кругом уже кленовые. там вход. Я была возле храма. Впереди оркестрик. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Так написал когда-то Куджава Булат. Вот мы и прибыли к Сигутским замкам. Парковка полностью здесь занята. Но вдали есть ещё одна парковочка. Вот там дальше. Парковка бесплатная. Так, здесь вот сейчас деревьями не видно. там лютеранский храм. Это стена. Это уже нового замка стена Кропоткинского. Бывшего Кропоткинского. Вот здесь такие скульптурки. Сразу вспомнился Куджава. Оркестр Надежды маленький оркестрик. Так вот. Такая композиция. Привет, музыкант с кружкой. Это не музыкант. Это Кок. Кок. С какого парень года? С какого парохода? Это ограда имения бывшего Кропоткинского замка. Нового замка. Вот. А на рубеже 19-го и 20-го веков долина Гауи стала излюбленным местом отдыха не только московских, петербургских, варшавских аристократов, но и императорской семьи. И в 1922-м в 1922-м после земельной реформы в Латвии новый замок. Вот он будет впереди, сейчас вы видите, какой прелестный. Новый замок перешел в государственную собственность. ликвидировали у князей все, обвиняя князя в том, что он воевал с Бермантом. Объявили его врагом Латвии. Так, а же не оставили лишь княгини, оставили только деревянное строение, вот, в котором они в начале прошлого века открыли первую местную аптеку. И вот она там и доживала. И старожилы до сих пор называют этот дом зеленой виллой. Посмотрим, что здесь написано. Ну, и направление где что. Так, ну, мы вот дальше пойдем за этим замком Кропоткинским будут развалены старого Сигулского замка. Здесь в киосках всякие сувениры, всякие подделки латвийские, вязаные вещи. Вот, это, по-моему, зеленая вилла впереди. Подойдем, увидим. Короче, после войны здесь в замке располагался кардиологический и климатологический санаторий. Вот, санаторий принадлежал Минздраву Советского Союза. А сейчас здесь находится местное самоуправление и ресторан пил смык же городское имение в переводе. зеленую виллу продали в частные руки. Вот, а то, что сквер Кропоткинский остался возле дорожного вокзала, я вам уже показывала. Также там памятный камень есть, но я его не увидела почему-то. Вот. сейчас здесь вот в этих подсобных помещениях расположились всякие мастерские, где дают класс мастер, ремесленники. О, здесь ветерок поднялся. Сегодня очень много здесь экскурсий, людей. Я уже показывала, вся парковка занята. Этот новый замок реставрировали. Помню, мы до ковида привозили гостей. Здесь все было окружено стендами, ремонтировали, реставрировали. Вот. Все это принадлежало князьям Кропоткиным. Я имею в виду последние хозяева до 22-го года были хозяевами именно Кропоткиной. Кстати, дальние, не дальние, а, по-моему, прямые потомки живут в Германии. Они имели право, конечно, получить все обратно, но давали нам обратно только латышам. Вот. Ни евреи, которые имели свою собственность, не могли получить ее обратно. Ни другие представители других национальностей. вот так. Все дома всю собственность вернули. Ой, сколько у нас в Риге не вернули русским собственность. Есть же предки и у садовников, и у многих. Вот так вот. А внизу обрыв. Здесь кончался вот забор. Внизу обрыв, по которому идет дорога дальше в Турайду послышаны машины. Милая такая верандочка. Так. Так ворота выглядят издали. Сейчас здесь дома тоже не пустуют, но всякие дарми... эти дарми... мастерские располагаются. И вот на той стороне тоже... Территория большая, там сзади еще пруд есть. Вот памятник. Подойдем посмотрим, я уж не помню кому. На здании неоготика, конечно, впечатляет. Да. Смотрю, какой-то там выставка, что ли, идет стенд анонс афиши вход открыт. Надо будет посмотреть. Вот так вот. А памятник этот Кронвалду Атису был такой латышский публицист, педагог и участвовал в возрождении Латвии. Так. Народ заходит. Зайдем и мы. Тоже интересно посмотреть. О, какое красивое здание. Да. здесь и с той стороны. А вот сзади там веранда ресторанная была. Сейчас не знаю веранда сохранена или нет. Вот Дарбнице везде, Дарбнице везде сувениры. Дарбнице это мастерская. Вот. Там ткачество и еще какие-то ювелирные по-моему подделки обучают. Можно на месте самому что-либо произвести на память. Мастерская.